Здравствуйте, меня зовут Гульнас, и в этом видео мы с вами раскроем тему колодок, поговорим о том, какая колодка самая важная, можно ли купить только одну колодку и закрыть все потребности, и посмотрим наглядно, что бывает, если утюжить с колодкой и без нее. ВТО или влажно-тепловая обработка, или более простыми словами утюжка, это очень-очень-очень важный этап в процессе создания одежды. Это один из главных ингредиентов успешно сшитого качественного люксового изделия. Какими бы ровными строчки у нас ни были, если мы не утюжим или утюжим неправильно, то качественного результата на выходе мы, к сожалению, не получим. Чтобы результат был классным, мы обязательно утюжим изделие в процессе пошива, то есть, к примеру, проложили строчку, поутюжили, проложили строчку и тут же поутюжили. И обязательно в конце уже готовое сшитое изделие. Утюжить просто на плоскости недостаточно, потому что одежда, так же, как и мы, имеет определенную форму, а гладильная доска плоская. Именно поэтому мы используем в утюжке различные приспособления. Среди них как раз колодки. Колодки, простыми словами, это деревянные приспособления для утюжки разной формы. Зависит от того, какую деталь, какой фрагмент изделия вы хотите поутюжить. Когда я только училась шить, я совсем не использовала колодки. Возможно, в нашем училище они и были, но я не обращала на них внимания. Мне казалось это абсолютно неважным. Сейчас мое мнение полностью поменялось. Я думаю, и ваше изменится, когда вы увидите разницу в результате. На самом деле, колодки делают чуть ли не всю работу за нас. Вам достаточно приложить деталь или изделие, которое вы хотите поутюжить к определенному участку колодки, пройти сверху утюгом, и все готово в лучшем виде буквально за несколько секунд. Вы сразу видите шикарный результат, чувствуете себя профессионалом. У вас все получается с первого раза, и вы счастливы. В чем магия колодок? На самом деле, не только в форме. Их изготавливают из лиственной породы дерева. А она безопасна как для вас, так и для изделия, потому что при нагревании не выделяется смола. Во-вторых, именно лиственные породы дерева прекрасно отводят пар и влагу, а значит, ваше изделие быстрее остывает и приобретает необходимую форму. Как это происходит? Вы накладываете изделие на колодку. Под действием пара волокна становятся мягче, податливее. Далее, колодка придает изделию форму. В результате волокна меняются, а затем уже дерево быстро остужает материал и забирает лишнюю влагу. Вот так это работает. Видов портновских колодок очень много. Например, колодки для плечевых изделий. Они могут быть разной формы. Колодка-силуэт, которую, я уверена, вы часто встречали, видели. Колодка для классического оката рукава и колодка для рукава реглан. Кстати, они все многофункциональны. Это значит, что приобретая одну колодку, например, колодку реглан, вы можете утюжить не только рукав и плечевую область, но и другие выпуклые участки. Также вы, наверное, часто встречали колодки таких необычных форм. Они предназначены для утюжки труднодоступных мест, швов и мелких деталей. Это супер многофункциональная и незаменимая вещь. Еще одна категория – колодок для рукавов, брюк и юбок. Они также подходят не только для этих изделий, но и в целом при пошиве абсолютно любых изделий легкой и верхней одежды. Женскую одежду, которая имеет идеальную посадку на фигуре, невозможно качественно сшить утюжа на плоской гладильной доске. Необходимо что-то объемное, тоже имеющее форму. Это колодки для рельефов, округлых швов и выпуклости груди. К ним также можно отнести колодки для белья и корсетов. Они имеют особые округлые формы, как раз подходящие для формы груди. В моей коллекции сейчас универсальная колодка. Она супер многофункциональная. В следующем выпуске я покажу, что можно с ней делать. Ее можно приобрести отдельно, но я приобрела ее в комплекте с подушкой на ленточках. Подушку можно привязать к колодке, и универсальная колодка превращается в малый кабанчик, который идеально подходит, если вы шьете в небольших объемах, а, например, дома. Также это портновский утюжок, без которого я уже не представляю своей работы. Портновский рукав для утюжки рукавов. Брюк, в первую очередь, а вообще спектр применения у нее огромный. И колодка-силуэт для утюжки рукавов, плечевой зоны и пройма. В следующем выпуске я покажу, как я утюжила раньше без колодок. Какой результат получается без них, и что происходит, когда вы утюжите с колодкой. Многие моменты вас сильно удивят, потому что часто будет происходить самое настоящее волшебство. Поэтому не пропустите новые видео. Желаю вам хорошего дня. До встречи в следующем выпуске.